Сегодня состоялось неочередное заседание Магаданской городской думы 7-го созыва. На повестке стояло 5 вопросов. Среди них проект решения Магаданской городской думы о внесении изменений в положении о гарантиях и компенсациях для работников муниципальных бюджетных учреждений, инициированный экс-депутатом Антоном Басанским. Народный избранник предложил сократить максимальные сроки компенсации расходов работника на оплату проезда в отпуск и обратно с 6 до 1. Кроме этого, депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов контрольной палаты Магадана. Сегодня действительно сформирован окончательный состав контрольной палаты муниципального образования город Магадан. Назначены аудиторы, назначен заместитель председателя контрольной палаты. В общем-то, контрольная палата будет действовать практически в новом составе, можно сказать и так. И, естественно, те задачи, которые ставит Магаданская городская дума, в новом формате будут учитываться в дальнейшей работе контрольной палаты. В связи с тем, что Антон Басанский победил на прошедших выборах и был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации от Магаданской области, дума прекратила его полномочия как городского депутата. По итогам состоявшихся до выборов новым членом представительного органа стал Михаил Тумашов, ранее работавший депутатом областной думы. Перед началом заседания ему торжественно вручили депутатский значок по избирательному округу номер 12. Своим мнением о будущей работе гордумы с вечерним Магаданом поделился Сергей Смирнов. По форме Антон Александрович покидает городскую думу и будет представлять Магаданскую область в Государственной думе. Но по содержанию работы, я уверен, мы не один раз еще встретимся. И я думаю, что он будет автором. Сегодня мы приняли его нормотворческую инициативу по улучшению состояния, финансового состояния, скажем так, определенной категории жителей города Магадана. И я уверен, что это будет не крайне, а еще также инициативы последуют. И не один раз мы к ним вернемся, и дальше работа будет продолжаться плодотворно. А что касается Михаила Вениаминовича, замечательно то, что человек с большим опытом, с пониманием проблем своего округа будет в городе отстаивать их интересы. И я уверен, что его опыт и понимание этой ситуации пойдет только на пользу общему процессу. И я уверен, что человек с большим опытом, 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 с большим опытом.